Военные сапёры разминировали часть линии разграничения возле Луганской ТЭС. Теперь рабочие должны расчистить русло реки Северский Донец. Без этого станция может остановиться. Как удалось договориться и о тишине, и как продвигаются работы, видел Алексей Кашпаровский. Ещё месяц назад появиться на берегу Северского Донца означало верную гибель. Река, по которой проходит линия разграничения, хорошо простреливается. Но благодаря содействию ОБСЕ сторонам удалось договориться о временном прекращении огня. Военные сапёры и водолазы две недели расчищали русло реки и прилегающие территории. Обнаружили больше 40 взрывоопасных предметов. Теперь гражданские специалисты могут очистить дно канала от ИЛА. Эта работа нам необходима для того, чтобы полноценно выполнять забор воды для охлаждения энергоблоков Луганской ТЭС. Для того, чтобы стабильно подавать мегаватт или давать нагрузку для блоков. Пока режим тишины соблюдается неукоснительно, говорят военные. Спокойно даже на легендарной позиции фасад расположены неподалёку от Луганской ТЭС. Пока, пока. Чуть-чуть. Более-менее. Мост в счастье охраняют бойцы 28-й бригады, которая год назад защищала Марьинку. Пока тихо, укрепляют позиции. Делаем под себя. Те люди, которые до нас стояли, делали для себя. Мы теперь переделаем под себя, чтобы нам было удобнее вести огонь. Лучше придётся, конечно. Бойцы надеются, что тишина продержится как можно дольше. Но уверяют, на провокацию готовы ответить. Алексей Кашпаровский, Сергей Мосс и Андрей Лыс. Специально для телеканала «Донбасс». Субтитры создавал DimaTorzok